всем привет сегодня хотел заварить роллтон и такой роллтон но такой доширак нова появился такой роллтон gold роллтон голд появился новый сейчас заварим посмотрим что за роллтон сейчас откроем посмотрим что находится внутри внутри находится ароматная заправка вот такая вот новая приправа раньше в роллтонах было получается масло и специи что было белое цвет сейчас одна заправка вот такой роллтон лапша здесь очень тоненько идет не как в обычном роллтоне обычным роллтон не найдет опять здесь что такое мясо присутствует засушенное мясо там мясо лук сухой идет тоже на место специй таких сейчас откроем сейчас все будем заваривать чашка себе такую огромную вообще взял чтобы сразу роллтон дошираком сейчас я все заварю покажу вот так выглядит доширак здесь написано что вы можете выиграть 2 миллиона рублей но это всего в котором не ведитесь на это просто маркетинговый ход чтобы вы покупали побольше дошираков дошираков будет получше здесь уже лапша идет толстая не тоненькая тоже сейчас добавим дошираки тоже идет две приправы вот такая приправа идет сначала идет острая приправа потом идет там мясо лук все сухое идет засушенном виде все идет сейчас я наверно покажу как нибудь в такой чашки мне все получилось такую чашку небольшую взял то все заварить так стража что все заварить так заварить чай получается я буду пить вот такой там собака лает извиняюсь чай называется candy черная смородина вот такой к у нас заваривается роллтон с дошираком я угостил кота чипсами еще буду сегодня чипс есть и мороженое есть вот такой мне ужин получает получается хороший вкусный химии много знаю но один раз можно попробовать вот пока у нас друзья бадья это вся пусть я заваривается нам надо чипсы поесть вот такие чипсы я там дешевые чипсы но самые вкусные сейчас покажу как выглядит так чипси выглядит коту дал кота отведал чипсы говорит что ему все понравилось все нормально вот такую чашку большую специально взял чтобы заварить так странно я думаю доширак все любят я вообще доширак уже давно не ел роллтон покупал роллтон ел но роллтон как-то уже приелся купил себе сегодня новый роллтон в магазине появился новый роллтон называется роллтон голлт с говядиной этикетка выглядит все красиво рисунки тоже все красиво я решил купить приправы там были нажористые главное чтоб дошираки были химикалий нажористые самое главное чтобы бульон был не с мясом отдал у чипсов идет аромат тоже нажористые химикалий наваристые а это все химия конечно и роллтон есть нельзя почему нельзя роллтон есть опасно роллтон и дошираки на самом деле роллтон и доширак это не опасно есть там все дело в приправах если вы будете роллтон есть например со своей какой-нибудь приправой домашней да или просто без приправы роллтон будете есть дошираком то с вашим желудком ничего не случится а который вот вот эти острые приправы роллтон не идут или дошираки они все портит вот может потом быть и из ока если вы будете каждый день этим питаться тошнота будет много каких проблем и язвы там даже до желудок вас разница вот эти все острые приправа они желудок разъедают но я все равно это ем очень часто сегодня решил поснимать если кому-то к рубрика интересная моя как я готовлю что им хотел что французские тосты приготовить корицу купил хлеб яйцо надо корицу на сковородке хлеб шарить хотел бы это потом если кому-то это видео понравится если на этом видео наберется хотя бы 10 лайков пишите в комментариях хотите вы такую рубрику видеть обычные влоги я тоже буду снимать но сегодня просто хотел снять потому что на моем канале давно видео не было вот сейчас мы чипсы доедем кот здесь что просит кот просит чипсы у меня я им целую горсть давал он все и съел ну а то что всякие чипсы кириешки любят вот такое что есть я мороженое купил шоколадной крошкой вкусно одно потайло все эти продукты я покупал в находке очень дешево можно в находке за 1000 рублей там с чем-то можно два пакета затариться ну дешево там все печенье все дешево мороженое тоже вкусно находки правда опасно брать там что там просрочено может быть я один раз купил печенье в находке они были черстые они были очень сухие ну когда вы хлеб берете в находке вы должны всегда его потрогать почупать друг она будет вы его купите она будет сухой такое тоже можно все короче у нас ролл там уже завалился вместе дошираком здесь мясо какой-то и я походу чашку большую взял тут есть никаких химикалий на журисти нету этого соуса острова который аромат это общение ощущает размешать надо путем вот когда размешал нормально ну вот аромат когда вы завариваете нету она вкусно нормально но такое мясо идет если видно мелкое мясо заваривается вот так все выглядит вот сюда кузову фу мое затошнило что-то от чипси еще чипси пока не хочу из чипси я покупал с беконом вот так все выглядит роллтон выглядит вообще лапша идет не как в обычном роллтоне еще тоньше так вот выглядит роллтон вообще ни о чем вот такой чай ароматный чай на вкус нормальный давно чей нормальный не пил обычно я чебрец пил чебрец там вот эта трава ромашку вообще не люблю она приторная какая-то чебрец шоу можно попить а ромашку нет если кто любит роллтон доширак кто тоже дома любит заваривать обязательно ставьте лайк пишите комментарии нравится вам такая или нет это моя наверное последняя рубрика будет потому что я знаю что это видео никому не интересно будет ну обычно зуб болит обычно как бы готовка обычный ужин ну последний ролик снял дальше у меня будут влоги я куда-нибудь в город поеду поснимаю так просто поснимал мужкам будет интересно я сейчас посмотрел на ютюбе люди вообще все снимает все всякую ерунду снимают реально люди всякую ерунду снимают я удивляюсь вот люди снимают и у них еще как решил все наелся роллтон с мороженым с чипсами но они шо ладно зуб заболел от мороженого они ладно еще всякую ерунду снимают у них шо при том что подписчики набираются просмотров по 14000 по 100000 подписчиков вот когда люди начинают вести youtube канал свой они стараются они у них какой-то цели стараются они развиваются что-то снимать пытаются интересно а когда например уже подписчиков много набралось они уже начинают себя грунду снимать они уже свою обратно однообразную же снимает домашние влоги бывает но стоит то есть поначалу канала не старается там что-то видео какие-то думают а потом когда много подписчиков себе ну тех людей у которых миллион подписчиков я смотрел они еще всякую все подряд снимают все что важно что нельзя я думаю что так интересно будет основные друзья что потом кроликов накормим хлеб им дам надо им покормить на них хлеб траву едят геркулес им заварил кипятком на горячим вот такую перегородку сделал специально чтобы они не убегали чтобы они не в клетках сидели а везде конечно перегородка чем плохой постоянно через нее перелазить трудно опасно упасть можно там у меня уже вишня поспела но она как бы что маленькой кисловатой но ее уже есть можно она уже большая вот такая где-то сейчас мы кроликам дадим если они вылезть я вам их покажу большого своего ролика покажу маленьких покажу хлеба им дадим посмотрим будто они есть нет но я им давал пришло раз они хлеб ели хорошо один кролик уже бегает там что-то кушает он бегает в клетка открытая в так отпустил перегородку сделал чтобы они бегают сейчас мы вот это самка замес где-то сидит сейчас на хлеб дадим ему дадим ему здесь ветер общий сильный иначе сейчас посмотрим дамы будет не будет все он ест сейчас я вам покажу вот смотрите он кушает хлеб хлебушек кушает это самка сам всего бро большого кролика покажу которому три года кролику сейчас я вам покажу какая у нас уже вишни поспела просто огромную в этом в этом году плохая вообще вишня потому что и что-то вообще ничего не красный подвели тишу красную найти чтобы показать это какая-то вся дряхла лишь не попадает вот такая вишня на обычная попробуем и если ты шучу чуть-чуть вот так выглядит она вот эти кусты и все просто очень много море там что вообще огромное есть за сам друзья большого своего кролика покажу мой самый большой кролик я не хотел его колоть он не как питомец же тому уже три года это бабочка порода почему их бабочками называть потому что у них на носу нарисованы таких крылья бабочки он очень красиво сейчас я вам вблизи покажу открою клетку и покажу вам вблизи он очень красиво сейчас мы ему покормим его дадим ему а три диски ботву и выглядит кролик вот так выглядит кролик за третий он думал что я ему что-то даю и сейчас его поглажу гладить обязательно кроликов надо а эти кролики очень пугливые существа их надо постоянно так приходишь например если вы хотите кроликов россии надо постоянно три раза погладить чтобы они к тебе как бы к своему хозяину пришли на пик утром покормить их вы должны их покладить три раза прежде чем кормить когда вы их погладить три раза прежде чем кормить они будут у вас хорошо кушать они будут у вас здоровый и я когда вот их начал гладить приучил к этому постоянно глажу большого кролика свою поглажу не как бы когда их толпой выпускаешь они как бы не агрессивные между друг другом они как бы по-доброму себя ведут между собой и уже не дерутся а когда Когда вы их не гладите, они агрессивные, они начинают там свою территорию делить, кто с кем делется, например, самцов, если вы всей толпы отпустите, они будут у вас как бы бегать, драться с друг другом, кто кого сильнее будут, у них инстинктивно так у животных заложено, что им надо свое право, силу свою показать, инстинктами, потому что животные это животные инстинкты, а я вот, например, смотрите, своего кролика глажу всех троих, я прихожу уже, когда кормить их, они ко мне подойдут ноги мои понюхают, ко мне вот так вот, от меня трутся, ну, как кошки уже стали, одомашнились, когда вы их гладите, кроликов одомашнились, становятся добрыми, они едят хорошо, они меньше будут болеть, как говорится, к каждому животному нужно относиться хорошо, там, погладить, например, кота, например, у вас есть, и тогда ваши животные, даже если вы кроликов хотите на мясо зарубить, если вы их будете ростить хорошо, вот там, гладить их все, ухаживать за ними хорошо, от ухода тоже много чего зависит то у вас во-первых мясо может быть вкусно у вас будет шерсть хорошие полезная шерсть будет красивая кролики вот сами красивы то есть кролики будут дружелюбны они будут есть хорошо они будут здоровыми первую очередь здоровье это важно для кроликов на что очень слабое здоровье если вы их будете постоянно гладить они будут дружелюбными между собой контактировать не как бы у них такая любой быта нибудь по-доброму друг другу относиться а то есть вы будете их не будете гладить они как бы есть плохо будут у вас худые какие-то будут и на заколку таких кроликов будет ну и мясо какой там будет неплохое невкусное когда вы гладите постоянно с любовью к ним относитесь все будет у вас нормально вообще к любому животным даже к собаке надо не ругать там некоторые бьют и ругают да там животным нужно просто постоянно гладить тактика просто поговорил например животным что-нибудь ему сказал погладил три раза и хватит вот так вот надо вот такой домашний лок у меня получился всем кто досмотрел всем пока видите я им завариваю геркулес получается кипятком вот такая каша получается заварена и такая вот каша получается заварена и они ее едят они уже видите они вот второй начал кролик есть хлеб вот только один самец другой самка они видите как я дружелюбно ведусь друг другом вот что значит хорошо кормить их и хорошую заботу надо им давать любому животному это очень важно чтобы они были здоровые и сытые ну чтобы здоровье у них было хорошее просто не люблю когда вот например люди там к животных заводят до животных завод должен и вниманием во-первых не дают горьки они как бы групповые животные им всегда надо им всегда надо социальное внимание давать побольше там пять минут посидеть с кроликами погладить их что-нибудь там поиграть с ними ну чтобы они дружелюбные были а то некоторые люди заводят кроликов там собак кошек и на и на чиха или на них и потом у них там потом что гость вы почему мне кот такой страшный вроде бы я укормлю хорошо вы даже можете кататься его хорошо кормить но если вы его не будете гладить и хорошо с одним ухаживать гладить его разговаривать с ним либо еще чего-нибудь каждому живому часту нужно нужен во внимание вот это самое главное если вы будете своему коту хорошо там разговаривать с ним рыбы там еще чем-то хорошо кормить то он у вас будет вообще вот такая у него жерсть будет он будет вообще красивый это самое важное уходы животным тоже вот это самое важное а то люди про это очень сильно забывают